Они хотели собраться, служители Фемиды, сегодня хотели собраться на мне очередной съезд, но вместо этого их провели по коридору позора. Что задумали судьи и кто помешал задуманному, детальнее расскажет Катерина Лысенко. У Верховного Суда с утра две сотни активистов. Это самооборона, правый сектор и еще десятки митингующих, которые требуют иллюстрацию. В здании Ковского дворца запланирован съезд судей Украины, но позаседать делегатам не удалось. На несколько минут и через боковые входы судей все же зашли в здание, но ненадолго. За считанные минуты активисты выпалкали их обратно через коридор позора. Когда были в здании, они влыбались. Когда вышли до людей, они глаза сховали. Сегодня судья, которые годами руководили этой системой, которые годами собирали хабары, которые, в том числе, давали санкции на террор Майдану, решили собираться, чтобы продолжить себе повноважение. А еще на съезде собирались избирать трех судей Конституционного Суда Украины. Если сегодня из 96 судей, членов делегации, только четыре просто судей, все другие руководители судей, мне кажется, что они уже выбрали этим складом судей Конституционного Суда, которые отменили Конституционную реформу в 2010 году. Чтобы собрать съезд, да еще и проголосовать как надо, с делегатами договорились, утверждает глава Совета Судей Украины. До меня подходили и хотели договориться, ну знаете, как это бывает, или в картах, я не знаю, я слабо играл. Ну, давай договоримся, ну, ты сюда, ты туда, то-то-то, а то-так, этих людей, кого вы пропонуете, за ними давно плачет Криминальный кодекс. Гвоздик, Кобелянский и Емельянов. И сказал, что там за ширмой самсин дергал за ниточки. Но уже после обеда Василий Антопенко от своих слов отказался. Честно говоря, мне никто не звонил и не вплывал, может, знаете, мой характер, мою позицию завжди. Под давлением или без, но в этом составе судьи съезд проводить не будут, настаивают активисты. Мол, сначала нужно утвердить новые правила, по которым и делегатов избирать будут, и представителей Фемиды назначать. Такие нормы выписаны в законопроекте с красивым названием о возобновлении доверия к судебной системе. Законопроект завтра планируют рассматривать в парламенте в целом. Активисты будут помогать искать голоса на улице. Придут пикетировать с требованием принять документ. Катерина Лысенко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.